Друзья, приветствую, это Униан, программа «Тайны с Жирновым», очередной ее выпуск. Сергей, здравствуйте, я даже не знаю, стоит ли напоминать нашим зрителям, что вы разведчик-нелегал, бывший полковник запаса, публицист и очень популярный блогер. Рад вас видеть. Привет, Алексей, я тоже очень рад, привет всем нашим зрителям. Но вот если вы называете меня полковником запаса, тогда надо говорить не бывший, я бывший майор КГБ. Я сказал, бывший разведчик-нелегал и полковник запаса. Ну ладно, мне послышалось немножко другое. Да, давайте переходить уже к разговору. Мы с вами традиционно подводим итоги недели, когда получается. Я хочу этот выпуск начать с новости, которая пока прошла малозаметно, но мне кажется, она очень интересная, может быть знаковой, если начнет развиваться. Российские военные начали записывать видео с фронта, видеообращения, в которых они очень жалуются на российскую армию. Главная претензия у них, все деньги, которые они пытаются там заработать, воюя против Украины, они вынуждены тратить на себя, на свое выживание. От формы до обмундирования, до каких-то там военных штук, вплоть до вооружения. Как вам кажется, это уже из искры возгорится пламя? Или пока еще нет? Насколько тревожен этот сигнал для Кремля? И как долго может терпеть российский солдат, учитывая опыт прошлых войн? Ну, это тревожный сигнал для Кремля. Это, кстати, не новость, потому что они такие вещи писали. То есть, если здесь разговор только идет, возможно, о том, что какая-то пошла массовость. Потому что такие вещи были и раньше, я это видел неоднократно, в течение, кстати, всех двух лет. Потому что тогда, когда мобилизованных заставляли покупать самим себя обмундирование, что, в общем, абсолютный нонсенс. То есть, если страна тебя призывает, то она тебя должна обеспечить всем. А другое дело, что вот люди, которые по контракту, их там можно сказать, что вы сами себя вооружаетесь, потому что, так сказать, это ваша работа. Но, на самом деле, даже для работы, ведь когда вы работаете на стройке, вас не заставляют покупать себе рукавицы, униформы. Когда вы работаете на заводе, вам выдают тоже робу там какой-нибудь и так далее. То есть, на самом деле, вещь довольно старая. Она, кстати, довольно серьезна для всех тех людей, которые находятся на фронте. Почему? Потому что получается так, что и они... Вот даже те люди, которые туда едут за деньгами, они там ничего не зарабатывают, потому что все деньги, которые им официально выплачивают, они тут же их и разбазаривают там по месту жительства, так сказать, по месту пребывания на фронте. На самом деле, это коррупция некая, потому что даже там командиры торгуют, допустим, местами в атаках. Если не хочешь ходить в атаке, плати деньги, и тебя это не будут посылать. Хочешь ходить в атаке, не плати деньги, тогда тебя будут посылать и убивать больше. То есть, на самом деле, это давне-давно-давно сформировавшаяся вещь, и она очень положительна для Украины. Это вот та вещь, которая рано или поздно разрушит российскую армию. Потому что у них действительно пока что мясо этого есть, но это мясо, в общем, оно понимает, что на определенном этапе, что это мясо, что им просто затыкают дыры, что к нему относятся абсолютно с безразличием, что его эксплуатируют просто по-черному. Насколько хватит выдержки у этих солдат? Ну, вы знаете, российский вообще-то народ терпеливый. Они такие терпуны. Терпилы, да. Так что никто не может сказать, когда это грохнет, потому что, в общем, бунт Пригожина, он был связан с тем же самым. Потому что Пригожин, в общем, жаловался на то, что ему просто не дают там вооружения, не даются снарядов, не даются, и вот мы помним это знаменитое Шойгу Герасимов, так-так-так, так-твою мать, где снаряды. Вот. Так что, в общем, здесь ничего нового нету. И самое главное, что мы видели, что это накапливается. Потому что генерал Попов сразу после Пригожина говорил о том же самом, генерал Теплинский говорил о том же самом. То есть, на самом деле, вот этот дискурс уже существует больше двух лет на фронте. И когда-нибудь это может надоесть. Потому что именно так это произошло в Первую мировую войну с российской армией. Потому что людям, которым надоело просто сидеть в окопах и в гните, без боеприпасов, плохих устроев, болеть, там, я не знаю, умирать от болезней. Они рано или поздно, просто им все это дело надоест, они снимутся с фронта, уйдут и кинут, и пойдут выяснять свои отношения, делать революцию в Российской Федерации. Но, с другой стороны, никто не может сказать, когда это будет. Состоится ли это, и когда именно состоится. Вот это вещь совершенно непредсказуемая. А в Первой мировой солдаты сами пошли, или кто-то повел, напомните? Я к чему, нужен какое-то ядро, которое будет этим всем руководить? Да, вот это как раз отличие от Первой мировой, потому что в Первую мировую приходили агитаторы большевистские, агитаторы социал-демократов, то есть агитаторы леваки, которые начинали там среди солдатов на самом деле мучить воду. Они за это, кстати, рисковали быть расстрелянными прямо там на месте, но, тем не менее, эта агитация и пропаганда велась, и рано или поздно, ну, на это тоже скорее поздно, чем рано, да, потому что война начала в 2014 году, а революции, то есть ушли они в 2017 году. Вот, еще, кстати, не все ушли, то есть там часть какая-то ушла, вот, а потом вторая часть просто заключила вот этот Брестский мир, так называемый, уже большевики с Германией сепаратный мир заключили без репараций и ретрибуций, вот, и, так сказать, согласились даже перед Германией, которая проиграла на самом деле войну, сдаться, потому что у них свои проблемы просто были внутри страны, революция, вот, то есть, ну, все-таки понадобилось время, потому что, ну, эти крестьяне, они, в общем, такие терпилы, да, они не... Даже когда у них в руках оружие, до них должно очень сильно дойти, дойти, там, у них не связывается что-то в голове, что если у вас автомат-калашникова есть в руках, и если над вами так издеваются, то вы можете просто прикончить всех своих командиров и уйти обратно к себе домой, прикончив там уже политиков, которые вас туда послали, вот. Ну, в общем, будем смотреть. Ну, смотрите, левацких агитаторов сейчас, конечно, у них там в окопах нет, как во времена Первой гражданской войны, но есть же мобильная связь. И вот эта воля этих агитаторов могут их родные же, да, выполнять, которые тоже, в общем-то, лучше жить не стали, денег они им не присылают, потому что тратят их на свое выживание. Возможно, тогда эти женские протесты родственниц мобилизованных, они могут не тлеть, как сейчас, где-нибудь где, да, там, а могут разгореться серьезно. Вы верите в такую синергию протестных настроений по две линии фронта? В тылу у них там Российская Федерация и на передовой? Да, я верю в то, что это может именно сложиться в синергию. Я верю в то, что, кстати, эти агиты... Мы с вами являемся такими агитаторами, потому что у них есть мобильная связь, они смотрят интернет. У меня на канале 50% русские, у меня 50% россияне, кроме тех, что все смотрят много очень за рубежами, много смотрят в Центральной Азии, много смотрят в Белоруссии и так далее. Но в России 50% моих зрителей находятся в России, причем они не используют никакие ВПН, они просто смотрят напрямую со своих устройств. И эти солдаты у них... Ну, у них там вроде бы запрещают, отбирают эти мобильные телефоны, чтобы они не очень сидели в Ютубе. Но, в общем, эти агитаторы, как вы сами понимаете, более эффективны, потому что, во-первых, мы с вами ничем не рискуем на этой передовой, потому что мы с вами нашу пропаганду им рассказываем. Причем она даже у нас не пропаганда, мы просто им рассказываем, как они по-настоящему живут и как их обманывает путинская власть. Мы, наоборот, им открываем глаза. И открываем глаза, кстати, и к женам тоже, потому что они же, ведь эти жены, начинали с того, что они говорили, ну, типа, вы мирните моего мужа, а заберите мужа соседки. А потихонечку они, в общем, понимают, что и мужа соседки тоже забирать не надо. И им до этого говорили, ну, вам же деньги платят. Они говорят, нет, нам не нужны эти деньги, нам не нужны эти планки, значит, на школах, нам не нужны эти герои убитые, нам нужны реально наши мужья. Ну, для тех женщин, которые реально их любят, для которых там отец-семейца представляет реальную какую-то значимость в семье. Ну, постепенно все это накапливается. Другое дело, вот вся проблема, что никто не знает, когда это накопится и как это бабахнет. Ну, с женами бабахнут тут рассчитать проще. То есть я считаю, что вот когда первую из этих бедных несчастных дам изобьют до полусмерти, а еще лучше, ну, не дай бог, конечно, убьют, вот тогда это будет... То есть нужна какая-то трагедия, которая, значит, сподвигнет этих людей. Вот такой трагедией обычно является какой-то очень трагическая жизненная вещь. То есть либо жену, либо, не дай бог, она пойдет там с детьми и там детей как-нибудь там забьют или арестуют, или посадят. И вот тогда, конечно, эти солдаты начнут просыпаться потихонечку. Потому что, на самом деле, эти жены уже начинают писать. Потому что я вам напомню, что когда была история в Башкирии, там же был видос, когда женщина говорит, Башкирии, которые вы там сидите на передовой и боретесь неизвестно за что, защищаете какую-то неизвестную какую власть и, так сказать, занимаетесь агрессивной войной в чужой стране, вы возвращаетесь к себе в собственную страну, защищаете своих собственных матерей, отцов, которых там сейчас гнобят в тюрьме. То есть процесс идет, на самом деле. Процесс идет, и власть идет навстречу эскалации этой конфликта. Нас подливает масло в огонь этого противостояния, потому что родственники, они все равно выходят. Худо, бедно, там много их, немного, но их начали паковать. Ну, пока не женщин, но пакуют те, кто рядом с ними, или репортеров, которые освещают все эти мероприятия. И, ну, в общем-то... Нет, вот здесь большая очень разница, потому что именно как раз то, что... Я понимаю, что не пакуют. Их просто очень вежливо говорят, что не надо, их предупреждают о том, что это, значит, митинги несанкционированы, что они рискуют, и генпрокуратура предупреждает прокуратура Москвы и так далее. Но пакуют просто журналистов, которые их снимают. Женщин вот пока что еще не было ни одного случая, когда там очень сильно упаковали этих дам. Больше того, они ходят по штабам, по штабам, кстати, кандидатов. Вот когда был Надеждина, они ходили к Надеждину, но теперь нет Надеждина. Они, так сказать, переметнулись к Дованкову, то есть к первому, к следующему кандидату, который потенциально хотя бы может там чего-то там в своем дискурсе отличаться от Кремля и предложить какую-то другую повестку, хотя Дованков не заявлял абсолютно о том, что он собирается, что он выступает против так называемой специальной военной операции. И в этом смысле у них, конечно, гораздо уже меньше надежды той, которая была хотя бы с Надеждиной. Хорошо. Почему не случился другой бунт, электоральный, за Надеждина, после того, как его сняли все-таки с избирательной гонки? Где эти 200 тысяч подписантов? Здесь все было рассчитываемо, и даже уже раньше, когда мы с вами, так сказать, умозрительно занимались оценкой такой возможности, я сразу вам говорил, что, скорее всего, никакого электорального бунта не будет. Потому что у Надеждина ведь те, кто выходил... Надеждин сам по себе не революционер, никакой не карбонарий. То есть он выступал как Путин, но он выступал, в общем, просто как оппозиционный кандидат, но который знаком с системой, который с ними на «ты». То есть, в принципе, он такой очень спокойный оппозиционер. Я не скажу, что он такой разрешенный оппозиционер, потому что все-таки он не встроен в вертикаль власти так, как встроены, я не знаю, ЛДПР, коммунисты или какие-то другие думские партии. Но, тем не менее, он, в общем, довольно спокойный человек. И люди, которые выстраивались в очереди для того, чтобы поставить за него подписи, они тоже не революционеры. Им просто было понятно, что это разрешенная процедура во время избирательной кампании. И поэтому им было приятно наконец сделать какой-то, скажем так, оппозиционный шаг, при этом разрешенный, законный, легальный, за который вас не скрутят, не посадят никуда, не поволокут ни в какой СИЗО и так далее. Потому что там тоже революционеры, в общем, нет. Там такой офисный планктон, там молодежь, там какие-то либеральные такие старички из белоленточников каких-нибудь, может быть, даже еще до 2011 года. То есть там понятно, что там электорат как раз совершенно мирный. Он не готов к такому протесту. И, строго говоря, они же все, ну, надо, будем честными, и мы с вами, что, в общем, надежды на то, что Надеждина зарегистрировала, было очень мало. Мы с вами сами говорили. Я вам говорил, что вообще власть попала в ситуацию ПАТа, когда зарегистрировать она его не может и зарегистрировать его не может. И в такой ситуации ПАТа она выбрала для себя наименьшее зло. То есть, грубо говоря, она рисковала гораздо больше, если она зарегистрирует Надеждина, чем если она его не зарегистрирует. То есть, нерегистрация Надеждина делает просто эти игрушки, выборы полностью нелегитимными со стороны Путина. Но Путин, в общем, уже давным-давно нелегитимный. То есть, чего он теряет? Там лишний раз все убедятся, что он нелегитимный. А если бы он допустили Надеждину, то тогда появлялась бы реальная, с моей точки зрения, опасность того, что Надеждин на себя соберет. Вот этот самый, даже не то, что протестный электорат, а просто электорат, который просто устал от Путина. И который устал от войны, устал от санкций, устал от всего этого, от всех запретов, устал от этих жутких совершенно законов. И который просто хочет вернуться в обычную бытовую обывательскую жизнь. Опять же, эти люди не революционеры. Поэтому я, кстати, говорил, что путинский режим в этом смысле потерял последнюю возможность мирным, демократическим путем сделать транзит власти. Потому что Надеждин абсолютно не революционер, он абсолютно не будет Путина выдавать в Гаагу какую-нибудь, созрать его в тюрьму. То есть он сделает из него елбасы, точно так же, как Такаев сделал елбасы Назарбаева, и несколько лет его там облизывал, и всех его родственников облизывал, и, в общем, ничего, строго говоря, в Казахстане не поменялось. Только через некоторое время, потом, по прошествии некоторого времени, что-то там начало двигаться. И у Надеждина вот были шесть лет, и только к концу своего срока он мог бы там чего-то там предложить. А у Путина было за это время, за эти шесть лет, было достаточного временного ресурса для того, чтобы переписать на себя все там золото, бриллианты, и уехать куда-нибудь там в хорошую страну, с хорошим климатом, наслаждаться пенсией, которую, кстати, выяснилось, он уже получает. Кстати, было очень удивительно, да, пытались в ходе подготовки к предвыборной кампании, все думали, что делать с возрастом Путина, да, как его замаскировать под других там почетных старцев, которые будут кандидатом. Помните, все время политологи об этом говорили, что же Кремль будет делать, это главная задача Путина, ну, главная проблема Путина. Ахиллесова пята, можно сказать. На тебе, только начинается избирательная кампания, вам это декларация дохода, где четко черным по белому написано, что Путина уже пенсионер. Да, пенсионер, ну, в общем, ну, с другой стороны, видите, российский избиратель, он же тоже терпеливый, да, и он же тоже, в общем, ему, строго говоря, наплевать. Ну, в принципе, и культура политическая, если ее можно назвать политическая, она привыкла к геронтократии. Конечно, начиная с Советского Союза, ну, что там, Абрежневы, Косыгин, Андроповы, прочее, они все, они, еще, я бы сказал, так сказать, по сравнению с Брежневским периодом, эти-то хоть не больные, откровенно, да, потому что там просто Черненко, вот вы-то, конечно, это уже не помните, вы тогда были маленьким подростком, да, но он же, вот когда были там голосования, он голосовал из больницы, он голосовал из подкапельницы. Я читал. Я читал. Ему принесли урну, прямо вот в палату, в ЦКБ, где он там сидя, лежал, и он лежал такой, как на смертном Андре, вот, значит, и он там трясущимися руками чего-то там в этот переносной ящик засунул свой бюллетень. Ну, то есть тогда это даже не скрывали, потому что Андропов тоже практически половину своего срока правил просто из ЦКБ, вот, ну, у него там свои прибамбасы, у него болели почки, поэтому он должен был каждую неделю делать диализ в ЦКБ, вот, а потом просто у него оборудовали палату, и он просто занимался, он лежал целыми днями, вот, в больнице, и оттуда просто правил. Вот, так что, в общем, конечно, Советский Союз и российский избиратель к этому, это еще не так давно происходило, то есть еще люди, которые вполне это помнят, причем люди не очень старые, вроде меня, да, так сказать, а молодые вроде вас, где-то это читали, где-то видели, то есть, в общем, это на слуху еще все это находится, вот, поэтому, да, здесь, в общем, не очень, не очень все это, все это хорошо нам что-то говорит, потому что я вам должен сказать, что у меня, кстати, нехорошие мысли возникли тогда, когда вот у нас сейчас поменялся премьер-министр, и нам поставили маленького мальчика из детского сада, Габриэля Аталия, говорите сейчас о Франции. Да, во Франции, да, ну, ему 34 года, но он выглядит на 18, вот, и по этому поводу, даже у нас во Франции, над ним издеваются, потому что говорят, ну, в общем, ну, Макрон, когда приходил к власти, ему тоже было там 37, по-моему, 39, что-то в этом роде, то есть, он был самым молодым президентом Французской республики, а сейчас он поставил премьер-министра, который просто выглядит на 18, да, то есть, когда он ходит, такое впечатление, что, значит, первого курса, вот, и он надувает всяческие там щеки, но, в общем, он не тянет, конечно, по своему виду на премьер-министра, то есть, в этом смысле даже, это я к тому, что даже в цивилизованных странах, в развитых странах, в общем, ну, совсем уж молодой кандидат, он тоже не вызывает много доверия, да, можно на этом играть, как, допустим, когда это было там, в случае с Кеннеди, с Джоном Кеннеди, да, можно на этом играть, как вот, допустим, премьер-министр Канады Трюдо, вот такой маложавый, очень себе, вполне себе, молодой человек, вот, ну, даже вот у нас есть какая-то, ну, такая консервативность, когда считается, что, в общем, ну, политик, ну, должен, грубо говоря, где-то быть около 50, для того, чтобы, вот, хорошо, он еще не совсем старый, но и уже не такой уж и молодой. В Чечне, кстати, в Конституции записано, что председент Чечни может быть моложе 30 лет. Но там, если нужно будет переписывать 16 раз, понимаете, если нужно будет быстренько поставить какого-нибудь родственника Кадырова. Под Кадырова не переписали, не переписали тогда, когда он его назначил. Сейчас еще перепишут под кого угодно. Ну, да, под его 15-летнего сына, скажут, наоборот, очень хорошо, именно это очень хорошо, потому что он ничего не знает, ничего не понимает, поэтому только такой идиот молодой может решиться идти куда-то руководить республикой. В тему эйджизма в политике. Не планировал об этом говорить, но вспомнилось во время вашего ответа. Вы видели, какую подножку Миньюз Шатра Байдену подставил, как они его описали? Больным, не вспомню точно, не хочу искать цитату, скажем так, больным человеком в возрасте с плохой памятью. Кто же... Ну, на самом деле, на самом деле, там тоже немножко сложнее вся эта ситуация, потому что там написано чуть-чуть по-другому. Там говорится так, что Байден тогда, когда ему это выгодно, делает вид, что он... Ну, мы с ней рассчитывали совершенно по-другому. Это и Байден вынужден был оправдываться. Понимаете? Да, и Байден вынужден был оправдываться. На самом деле, ему, действительно, ему было это выгодно, потому что, так сказать, когда вы говорите, что он там где-то там забыл какие-то секретные документы, ну, он говорит, ну да, вот у меня там с памятью немножко проблем бывают, вот, поэтому вы меня в тюрьму не сажаете, вот, а когда ему, значит, он сам ошибается, называет вместо Макрона, его Макрон называет Меттераном, а, значит, Шольца называет Колем, вот, говорит, я вот недавно с ними, с Меттераном и с Колем встречался, да, с Меттераном из Германии, потом говорит, нет, нет, он из Франции, вот, то, в общем, здесь, конечно, все это выглядит довольно ужасно, вот, но вы видели же, Путин тоже ведь говорил, что отец Зеленского воевал с нацистами, а отец Зеленского, отец Зеленского родился в 47-м году, в 47-м году, да, но он воевал за нацистов, это было, конечно, эпохальное интервью, я хотел к нему перейти через то, что вы говорите, вы сказали о том, что у советских геронтократов это уже все было явно, да, их старость, так и у Путина явно, вы видели его ноги, руки трясущиеся во время интервью с Тагером Карлсоном, там некоторые говорят, что у него там даже судорога была во время интервью, специалисты увидели, но он тоже уже развалюха, это тоже видно. Да, у него, в общем, есть, есть какая-то проблема, это давнишняя проблема, потому что ножками он сучит это давным-давно, подкашливает он давным-давно, вот, проблемы с параличем руки или там, с чего у него тоже давно, это мы вспоминали еще в 22-м году, в июле месяце, помните, когда он гулял с дочкой Шойгу и Шойгу, и стал отмахиваться комаров, от комаров другой рукой, а вторая у него летела, висела просто как плеть, так что в этом смысле ничего нового здесь мы не увидели, вот, но вы знаете, кстати, вот эта история Валерия Соловья с двойником и генерал СВР, она, кстати, отмазывает Путина, да, потому что получается, что эти проблемы просто потому, что двойник нихрена не понимает, такой вот он столер четвертого разряда, и поэтому на него списывают, что это вот типа двойник ничего не умеет, потому что я считаю, что если сказать, что вот это как раз Путин, что это у него старческая деменция уже, то это гораздо больнее бьет по режиму, чем если говорить, что за него выступает какой-то там двойник. Ну, кстати, Сергей, здесь мнения ученых разделились, потому что я видел комментарии тех специалистов, которые занимаются Путина ведением, если можно так сказать, о том, что это был двойник, в частности, об этом написал известный психотерапевт, я писал с ним несколько интервью для телеканала УНИАН, Дмитрий Попов, он точно уверен, что интервью Такеру Карлсону давал двойник Путина. Верите ли вы в это? Давайте это все, все эти версии разберем уже во второй части нашего разговора. Давайте зрителей попросим найти ее и посмотреть, будет обязательно интересно. Обещаю. Друзья, приветствую. Это «Тайны с Жирновым». Мы продолжаем разговор с Сергеем Жирновым. Сергей, закончили мы в первой части предположением некоторых экспертов о том, что интервью Такеру Карлсону давал не Путин, а его двойник. В частности, я ссылался на слова известного психотерапевта и специалиста по Путину, по путиноведению Дмитрия Попова. Он вообще говорит, что не только в этот раз был Путин, лично он уверен, что Путин не появлялся в эфирах, в публичном пространстве с конца декабря 2023 года. Как вам такая версия? Мне этой версии, я в нее не верю. Я видел того же самого Путина, который и был всегда. Просто этот Путин постарел, подурнел. У него проблемы не только физические, но и умственные. Это совершенно очевидно. Больше того, вся эта история разговоров, я вообще в существовании двойников, мы с вами говорили уже, но я повторюсь, я верю в существование технических двойников. Когда надо там пройтись где-то под долами автомата и издалека возложить какой-то видочек в минус 18, то зачем Путину, так сказать, заморачиваться, надо, можно послать двойничка, и там все это дело за него будет сделано. Вот в этом смысле у меня никаких сомнений нету, потому что Путин, в общем, не любит работать, он такой лентяй, это все о нем говорят, кто близко с ним работал, и в этом смысле я в это верю абсолютно железно, и это заметно, кстати. А в существовании двойника говорящего, который два часа очень складно, пусть ахинею рассказывает, но очень складно ахинею, и два часа говорить, это, в общем, никакой двойник, на самом деле, который вот 20 лет и 24 года не находится во власти, у него так не получится, потому что, вы знаете, это вот опять же, это вещь такая абсолютно телевизионная, подставной актер никогда не сыграет так, как играет актер, как Фаина Раневская в свои там 70 лет, потому что нужно 50 лет стоять перед камерой, чтобы чувствовать, что вы 50 лет стоите перед камерой. Вот у Путина, на самом деле, того, который дает интервью, который выходит на публику, у него чувствуется, что ему, может, это и не нравится, но он абсолютно комфортно себя чувствует на людях, он не заморачивается, вот это видно нам, как профессионалам с вами, это абсолютно четко видно, и никакого двойника этому не обучишь, потому что двойник может играть, но у двойника не будет ощущения, что он властелин, потому что он знает, что он самозванец. А у Путина ясно чувствуется, он источает власть своим существованием, своей фигурой, своей личностью. И это у него, кстати, не отнимешь, это вот вещи, поэтому, кстати, у него есть там какие-то там страшные фанатки среди этих бабок сумасшедших и так далее, потому что они реально в него влюблены, и у него, кстати, он умеет влюблять людей в себя вот этим делом. Больше того, я считаю, что вообще эти разговоры про говорящего двойника, это разговоры просто ни о чем. То есть я понимаю, что, допустим, Валерий Дмитриевич Соловьев и генералу СВР это дало хайпа, это дало возможность сказать, что вот видите, у нас такие суперисточники, и вы знаете, даже допустим, что вот если Путин умер, и даже допустим, что если на его место посадили двойника, что это меняет? Что для нас это меняет? То есть если бы Путин был замечательным президентом, который, значит, белый пушистый, который там 8 лет или 24 года занимался благосостоянием всей России, там, я не знаю, сделал бы из России процветающее государство, и потом вдруг он умер, и вместо него посадили какого-то двойника, который начал войну с Украиной, начал всем так набить и сажать всех в тюрьму, то мы понимали, какой смысл в разговоре о том, что двойник сел вместо Путина. А если Путин до этого, в 24-х годах, занимался репрессиями, занимался, и на самом деле занимался и легитимными всякими вещами по отношению к своему народу, по отношению к международному сообществу и так далее, и вместо него теперь точно тем же занимается двойник, то какая нам разница? И легитимный президент, и вместо него легитимный двойник ничего это не меняет. И поэтому вот это, кстати, не может понять, кстати, Валерий Дмитриевич Соловей и генерал Сверен, но на самом деле они себя просто загнали в такую ситуацию, когда они просто не могут пойти уже на попятную, потому что они уже всем сказали, что вот они железно знают, что Путин умер, и вот теперь уже все. Это значит... Причем я, кстати, с генералом Свереном на эту тему уже не камер общался. Я им говорил, что вы знаете, есть еще такая вещь, вот почему, как вы думаете, ни один президент Соединенных Штатов никогда не озвучивал тему инопланетян на летающих тарелках. Хотя уже сейчас доподлинно известно, что ЦРУ работает по этим программам, что Пентагон работает по этим программам, что Зона 51 реально существует, что база существует, и даже можно допустить, что там реально есть какая-то летающая тарелка, какие-то тела инопланетян и так далее. Да потому что любой президент говорил, что как только я открою рот и скажу про эту штуку, меня скажут, что вы сумасшедшие и вас надо в психушку. И то есть это такая тема, которую просто президент Соединенных Штатов Америки не может озвучить, потому что иначе он перестанет, он потеряет всякую серьезность. Что и произошло с Валяем Митчевым за Соловьем. Он продолжает надувать щеки, он продолжает надевать бабочку, то бабочку, то белый халат, то там еще чего-то, но его перестали воспринимать как серьезный эксперт, потому что просто он позволил тебе озвучить то, что никто не хочет принять. И если даже вы говорите какую-то правду, я вам напомню про Коперника, Джордана Бруна, потому что быть, это проблема на самом деле, быть впереди своей эпохи. То есть если вы озвучиваете что-то, к чему общество не готово и что оно не хочет принять или не может принять, то вы будете выступать как идиот абсолютный. Конечно, история потом, через 500 тысяч лет, вам отдаст должное и скажет, да, вот был там, допустим, такой Валерий Мич Соловей, который по-настоящему там рассказал про Путина, но его не поняли и он умер в нищете, в бедности, бомжом на улице, потому что ему перестали подавать деньги и так далее. То есть, понимаете, вот это, к сожалению, происходит, потому что есть такие вещи, которые просто нельзя... Я, кстати, приводил даже пример вот с тем же самым американским правосудием. На эту тему даже снято несколько кино, когда вот ведь правосудие американское это не про справедливость, это про возможность что-то доказать. Да, и вот когда там бывают довольно часто такие ситуации, когда все против вас, и если вы будете тупо говорить, что да, я вот невиновен, я никого не убивал, то вас приговорят смертной казни и повесят, и там яд вам впрыснут. Вот, а если вы скажете, да, я убивал, то вам дадут 4 года, и через 2 вы выйдете на свободу. Вот, и люди рациональные предпочитают наступить своей, так сказать, человеческой натуре, гордости и борьбе за правду на горло, потому что просто рационально лучше отсидеть 2 года и выйти, тем тебя осудят на пожизненное заключение, а потом в фильмах-то, конечно, в хороших фильмах всегда находится какой-нибудь там детектив, или вы сбегаете и доказываете, что вы не верблюд и так далее, но в жизни так не происходит, и в жизни вас если посадят на пожизненное, то вы там изгнете в этой тюрьме, поэтому лучше уж тогда, если вам адвокат советует принять на себя несуществующую вину и получить 4 года, а выйти через 2, чем быть таким правдолюбым и, значит, тупо биться в стену юстиции, когда вы не можете доказать свою вещь. Вот такая же ситуация с двойниками, с говорящими двойниками и с этим мертвым Путиным. Да даже если он мертв, то какая нам разница? Какая нам разница? Кстати, Соловей сам поменял уже свою политическую ориентацию, вот, и он теперь говорит, что этот двойник теперь идет на выборы, а в этом нет никакой логики, потому что если он идет на выборы, тогда это Путин. И тогда это никакой не двойник, а если его изберут, тогда он будет законным президентом и тогда вообще не имеет значения даже разговоры двойник это не двойник. Потому что человек, который переизбирает официально через президентские выборы, он становится легальным президентом Российской Федерации. Все, баста. И здесь даже нет смысла разговаривать. И вот я просто убеждаю, что огромное количество людей, кстати, эта идея, она масса-то проникла. То есть вот массы, они такие все упертые, они имеют все комментарии вот к нашим эфирам и к моим эфирам пишут, но неужели вы не видите, что это двойник? Я им говорю, а какая разница, двойник это не двойник? Вы не понимаете главного, что это никакого значения не имеет для государственного управления, потому что президент Российской Федерации это не человек, это функция. И до тех пор, пока функция работает, и пока функция устраивает всех тех, кто находится у власти в Российской Федерации, у власти в международном сообществе, это не имеет никакого значения, двойник это или не двойник? Да хоть тройник. Давайте вернемся, Сергей, давайте вернемся все-таки к Карлсону. Что эта функция наговорила этому псевдожурналисту американскому? Я не знаю, стоит ли анализировать его исторические бредни. Тамара Эйдельман правильно это назвала, интервью троечника, на больше он, конечно, не тянет, если не двоечник, то троечник точно. Мне всегда после любого интервью Путина вспоминается вот эта байка о Боярине Морозовой, которая сыну в сердцах бросила. Раньше я одна знала, что ты дурак, теперь вся Москва знает. Помните? Вот то же самое. Но вот это только одно. Но теперь весь мир знает, так мне кажется, что он себя выставил дураком, абсолютным кретином. Но так ли это? Достиг ли сам Путин и Кремль тех результатов этим интервью, которые они планировали? Или это была стратегическая ошибка Кремля? Как вы считаете? Это была стратегическая ошибка Кремля. Это была прежде всего даже тактическая ошибка Кремля, потому что Путин просто не понимал, как строится интервью и что нельзя рассказывать какие-то скучные вещи в течение 25 минут, когда тебе, в общем, человек, который тебя интервьюирует, показывает, что это никому не интересно, это надо заканчивать. Вот. То есть он по-стариковски, это вот абсолютно стариковская вещь, когда вот старики просто сидят и пережуют сопли. А вот у меня там молодости было и нам рассказывают по десятому разу вот на встречах домашних. Все домашние знают наизусть эти рассказки, потому что это рассказывается не по десятому, а по тридцать пятитысячному разу. Вот. А они постоянно это вот жуют, жуют, жуют эти сопли. Вот. Но на самом деле это не совсем провальное интервью. Оно, в принципе, провально, потому что его, конечно, никто не будет смотреть два с половиной часа или там два часа десять минут. Я сломался на час тридцать пять. И то, потому что я его смотрел по работе, по, так сказать, по обязанности. Вот. А американцы его смотреть вообще не будут, им это неинтересно, им сделают просто нарезку. Но все-таки это интервью удача для Карлсона, потому что Карлсона заработал свое бабло, он сделал себе рекламу, об этом интервью говорил весь мир в течение трех дней. Вот. Так что в этом смысле все нормально. Может быть, даже его возьмут обратно в Фокс работать после этого дела, а может быть, нет. Ему там Трамп обещает чуть ли не вице-президентство. Вот. Но вот вы знаете, на самом деле, вот если он конвертирует это интервью в какой-то политический пост, то это для него будет вообще просто гениальная вещь, потому что тогда он будет не только богатым человеком, но он будет еще и политически успешным человеком и дальше вся коррупционная составляющая и так далее и тому подобное. Вот. А Путин, самое главное, что он доказал вот для американцев, это то, что он не Джо Байден. То есть он не тот человек, который вот даже несмотря на то, вот ту деталь о том, что отец Зеленского боролся с нацистами, а ему, он родился в 47-м году, это американцы не узнают никогда, им об этом никто не скажет. Вот. И они сами это не услышат, а даже если услышат, они это дело не поймут. То есть вот в этом смысле это не сработает. А вот то, что этот человек два часа может складно сидеть и разговаривать, и говорить, и, в общем, довольно нормально себя чувствовать, он даже там в туалет не отлучался, хотя я считаю, что он просто в подгузниках сидит, потому что, ну, и человеку его возраста два часа говорить без перерыва, это очень тяжело. Вот. И в этом смысле это удачная вещь, потому что он отговорил какие-то свои вещи. Нам почему оно неинтересно? Потому что мы это слышали уже по 25-тысячному разу, потому что он это говорит. Мы понимаем, где врет. Мы понимаем, где врет, где монет. Да, мы понимаем, где он врет. Мы понимаем, что это... Апишите американцу, кто такой Богдан Хмельницкий. Но они это примут за чистую монету, что чуть ли не позавчера он просил... Нет. Ну, на самом деле американцы просто это даже не будут слушать, потому что американцам, во-первых, им это неинтересно, во-вторых, для американцев нет этой логики, потому что Америка – это нация, которая всего там три сотни лет, и они в любом случае убили всех своих индейцев, отняли их деньги, их земли и построили свою собственную страну. И поэтому им говорить, что вы у кого-то что-то там отняли, и поэтому вы не хорошие люди, это для американцев не работает. Точно так же, как это не работало на испанцев, когда они там конкистадоры открывали Америку Колумб и отнимали золото у амер-индейцев. Так что вы, в принципе, цели глобальные достигнуты, ну, а на думающих... Вы знаете, это даже немножко обидно, потому что на думающих это и так бы не сработало, а на не думающих это сработало. Вот, так что, в общем, в этом смысле цели достигнуты. Ну, и нельзя не обратить внимание на то, что у Путина появился новый исторический персонаж, на который он равняется, это Гитлер. Скорее всего, не просто так же он... Вы знаете, а вот это стратегическая ошибка. Вот это стратегическая ошибка. Потому что можно было там вот ошибаться в отце Зеленского, воевал он, не воевал, а вот вешать на Польшу, что она виновата сама в развязывании Второй мировой войны, и это после Нюренберга, и это после того, что Путин говорит неонацисты там и так далее. Вот это ведь оправдание нацизма. То есть здесь попахивает, поэтому, кстати, один из людей даже внутри России есть такой какой-то... Ну, он, кстати, уехал, по-моему, он просто в генпрокуратуру подал заявление об оправдании нацизма, то есть о уголовном преступлении. Вот. И вот это еще аукнется Путину в общем довольно серьезно, потому что Польша этого не оставит. Потому что Польша вот это на это может подать в тот же самый Международный уголовный суд, потому что это, в общем, идет в разрез со всеми устоявшимися и закрепленными в решениях Нюрненбергского трибунала решениями международного сообщества. И здесь Путин... Вот это самый большой прокол Путина во всем во всем этом интервью. Мне кажется, это еще и аукнется отношением западных лидеров. И все-таки еще больше их убедит в том, что не надо надеяться, что с Путиным можно сесть за стол переговоров. Ну, то есть еще одна маска сброшена, понимаете? Все ближе и ближе к натуральному оскалу. Он пред ними предстает. И, возможно, это как-то отразится на увеличении поставок и военной, и финансовой помощи Украине. Кто знает. Ну, я считаю, что это был жирный минус. Действительно. Это был очень жирный. Нет, это был жирный минус Путину. Это был жирный плюс нам. Потому что все минусы Путина это плюс и нам. Потому что, естественно, у тех людей, которые еще там утеплились надежды с ним чего-то там договориться, они все поняли, на самом деле, что с ним договориться не о чем. Это человек, который и пойдет. И ведь чем больше он повторяет и Лавров, и он, что Россия не собирается нападать на Западную Европу и на Польшу, тем больше все вспоминают, что он то же самое говорил накануне войны с Украиной. И в этом смысле это все, я вам подтверждаю, что вот у нас на наших каналах телевидения, по крайней мере, у нас во Франции, это все люди чрезвычайно адекватно понимают и чрезвычайно адекватно доносят до французского зрения. Ну, а вы увидели, что он устал от этой войны и жалеет, что все это развязал? сигналы звучали с новостями. абсолютно нет, абсолютно нет, нет-нет. У Путина нет никакой усталости, наоборот, у него появилась наглость, то есть он сидел вот и два часа, значит, говорил, что вы все дураки, это вы во всем виноваты, я вообще ни в чем не виноват, я вообще такая белая овечка, вот, и вы, так сказать, на самом деле, вот это тоже хорошо, потому что он нес ахинею, потому что он начал говорить, что Российская Федерация вообще первая экономика в Европе теперь, вот, что вообще вы там от того, что перестали с нами торговать, вы там много потеряли, Калсен, если бы он был нормальным журналистом и был бы в теме, он бы сказал, вообще-то вы 2% ВВП мирового, то есть от того, что мы с вами не торгуем, мы ничего не потеряли, вот, ну да, там на первом этапе, конечно, это было болезненно, когда там у Германии на 60% она зависела от российского газа, но 6 месяцев спустя теперь она, у нее есть новые у вас новых клиентов нету, и вот вы как раз очень сильно потеряли, а мы не потеряли никак, вот, и это, но это нужно было, чтобы человек, во-первых, сидел в теме, во-вторых, у которого была бы цель, так сказать, получить от Путина какие-то внятные ответы или даже ему что-то там показать, что он неправ, там и так далее, у Карлсена не стояла такой задачи, у него просто, знаете, как его оружием была его физиономия, потому что, когда он просто ошалел и смотрел на этого старпера, который нес ахинею какую-то, вот эта физиономия, она у всех осталась в телевизоре, они просто все видели, вот человек сидит и смотрит, е-мое, чего ты несешь, дед, ну вообще, вообще, вот, ну вот, вот это, слава богу, для нас, слава богу. Да, чего еще он добился своим отборным вредом об исторических землях, неожиданно, а возможно, вполне ожидаемо, в китайских соцсетях, целый бум, ящик Пандоры просто открыл, китайцы хотят обратно в Владивосток, ссылаясь на интервью Путина в соцсети Икс, который говорит о территориальных претензиях исторических, там даже какой-то китайский, американский актер Роберт Ву отметил, если говорить об истории, то тогда Россия должна вернуть Владивосток и другие огромные территории, украденные у КНР сто лет назад, ну вот, снова таки, сам себе создал проблему, наляпал, а в Китае ведь эти мысли живы, и они подогреваются и компартией Китая, то есть властью, там не забывают об этих землях, как вы считаете, какие еще страны могут территориальные претензии Путину выставить на основании его же искривленной исторической логики? Да сколько угодно стран, может быть Финляндия, И будут ли по итогам этой войны? Может быть Финляндия, которая вспомнит, что Карелия это ее территория, да, может быть Германия или Польша, которая вспомнит, что Кернинсберг это их территория, или там Литва, да, и, так сказать, Польша с Литвой могут претендовать на то, чтобы поделить Калининградскую область и закрыть раз и навсегда этот вопрос. Китай, безусловно, это самое опасное для Путина, потому что Китай это вещь, которая очень недавняя, потому что миллион квадратных километров китайских отошли Российской империи всего лишь в 1855 году, то есть это очень близко к нам, это совсем недалеко, причем это фиксировано международным договором, у них есть карты, они, кстати, уже давным-давно играются с этими делами, потому что вот в марте прошлого года или в апреле прошлого года картографическая служба китайская просто нанесла все китайские названия на этот миллион квадратных километров, значит, Шэнхайвэй, Владивосток уже вернулся, да, и так далее, то есть на самом деле здесь у Китая просто Китай не хотел сжигать мосты раньше времени, вот, но то, что эту территорию Китай рано или поздно себе заберет обратно, это понятно всем абсолютно и прежде всего людям, которые живут на Дальнем Востоке, потому что они знают, что на этих территориях они уже китайские, они уже китайские, там просто еще, пока что это не зафиксировано в международных договорах, но там просто все фирмы китайские, там уже все скуплено, причем они это купили просто деньгами, потому что они просто завалили местных бюрократов, которым надо строить себе дачи, дома и покупать машины, они просто их завалили баблом и те им отдали все эти земли за бесценок абсолютно, причем у Китая в этом смысле у него далеко дальше, гораздо дальше все это идет, они до Волги дошли, то есть у них есть сельхозяйственные земли, там в Башкирии, в Татарстане, то есть во всех этих послеволжских или приволжских республиках национальных, вот так что в этом смысле Путин, конечно, играет с огнем, и это, кстати, мы говорили с самого начала, то есть вот о том, что если он базирует свои претензии на исторических каких-то вещах, то именно на этом и строился Ялтинско-Подзамский мир, Ялтинско-Подзамский мир говорил, что забудем о всем, всех старых претензиях, вот так как мир сложился после, на выходе из Второй мировой войны, вот так ему и надо жить и забывать о бывших претензиях, потому что иначе опять все будет война, иначе у всех будут претензии, иначе все будут вспоминать о том, когда они, чем там владели и так далее. То есть в этом смысле Путин, конечно, и причем он открыл этот ящик Пандоры даже не с вами, даже не в 2014 году, а уже в Грузии, в Грузии в 2008 году. Нет, а этим попустительством Китая, ведь не за два же года Китай дошел, как вы говорите, практически до Волги. Не знал Путин о том, что у него там медленная такая экспансия ползет, колонизация российских земель, знал прекрасно, почему терпел, почему молчал? Потому что он получает за это деньги, потому что давным-давно уже сказано, что Путин, с одной стороны, является агентом Запада, потому что он делает все. Вот на самом деле, даже в результате этой войны, все, что Россия получила в морду, это все благодаря Путину. То есть даже не из-за Путина, а благодаря Путину. Если Финляндия и Швеция вступили в НАТО, это благодаря Путину. Никогда бы они даже не думали вступать в НАТО, если бы не война Путина. Поэтому в этом смысле, вот, кстати, вот эти вопросы никакой такер Калсен Путину не мог бы задать. Потому что, когда Путин начал говорить, вот там, нам обещали, что не будет расширения, любой бы нормальный американский журналист сказал бы, ну, так в результате вашей войны вы получили расширение на две войны, на две страны, и получили границу 1350 километров на севере, на северо-западе с Финляндии. И теперь там будут размещены американские войска, и там армия 280 тысяч, и вполне возможно, что они у вас скоро оттяпают вашу Карелию. Но Калсен такого вопроса не задал. И не мог задать, а нормальный журналист, вы говорите, будь он нормальным, а нормальный журналист еще поищит того нормального журналиста, который бы на сегодняшний день хотел бы взять интервью у Путина. Нет, вот здесь я с вами не соглашусь категорически, потому что как раз все средства массовой информации хотят взять интервью у Путина. Это тоже журналистика. И, кстати, вот это возмутило всех заявлений Калсена, что я первый человек, который подумал о том, чтобы взять интервью у Путина. Ему даже Песков сказал, да ты чего, Мелеш-то? У нас заявками каждый день мы получаем по 20 заявок от всех средств массовой информации со всего мира, которые хотят взять интервью Путина. Мы тебе, ты первый, кому мы разрешили. И это, кстати, не для меня. Ты первый, кому мы заплатили, там нужно говорить, понимаете? А, кстати, Такер, он же унизил Путина превью своего интервью. Он сказал, что в то время, когда интервью с Зеленским выходят на первых полосах там всех газет мира, интервью с Путиным вообще нигде нет. И я решил исправить эту ошибку. Ну, читай между строк. Никто этого бункера, в общем-то, и вообще... Ну, вышло... Хотели как... В общем, и с превью, и с самим интервью можно резюмировать так. Хотели как лучше, вышло как всегда. В отличие от нас, мы, как всегда, хорошо с вами поговорили. Сергей, спасибо вам огромное за этот разговор. Нашим зрителям напомню, что сегодня в программе «Тайны с Жирновым» я в очередной раз общался с полковником запаса, бывшим разведчиком, нелегалом, публицистом, популярным блогером. Подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Жирнова и на YouTube-канал Унян. Естественно, если вы еще этого не сделали. Сергей, спасибо огромное. До новой встречи ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова